Мы работаем с хорошими профессиональными сериями. Вообще тут выбор за каждым конкретным человеком. Мы работаем комплексными удобрениями, но выбираем соответственно по сезону. То есть сначала мы работаем стартом, для того чтобы развилась корневая система. Потом мы работаем вегетацией, для того чтобы растение набирало зеленую массу. И потом уже поддерживаем цветение. Я понял. А какие препараты ты используешь? Мы работаем с кристаллоном. Кристаллон это название фирмы? Это торговая марка. Это отечественная какая-то? Нет, это концерн Яра, мировой производитель. Вот очень, ну наверное большая часть, вообще всего что растет в полях, работает. Растет именно на этих удобрениях. То есть это касается не только цветов, а в принципе всего сельского хозяйства. Все что выращивается. А вот вы сказали, что начинаете работать по вегетации, да? Первое? Начинаем с... То есть первое удобрение идут для развития корневой системы. Когда это вот, ну высадили и сразу же вносите это удобрение? Ну, да, да. То есть наверное высадили, через несколько дней начинаем уже обработку удобрениями. То есть либо полив под корень, либо обработки по листу. И в течение сезона, вот ветер дует тут? Примерно раз в 10 дней, то есть эти обработки мы проводим. Плюс мы используем стимулирующие препараты для, также для растений. Ну и сейчас тоже очень много на рынке, очень много торговых марок. Для того, чтобы, например, стимулировать цветение в нужный момент. Или стимулировать также вот старт или вегетацию. Слушайте, да, вот есть грунты. Вот давайте про грунты поговорим. То есть вы покупаете специализированные грунты. Я вот, ну допустим, с арбузниками разговаривали. Они какими-то питерскими там пользуются. В Питере, да, агробалки торфят. Мы работаем с местным производителем. Здесь у нас есть местный, да, в Средловской области? Много, здесь много торфянников. Да, чего уж, чего уж, торфянников на Урале полно. То есть мы берем торф, доводим его... Мы берем торф или уже готовую смесь? Мы пробовали по-разному. То есть мы брали и готовая смесь, но не всегда есть уверенность, что она действительно та, как написано на этикетке. Поэтому вот для того, чтобы быть абсолютно спокойным и уверенным в том, что... Все питательные элементы там есть, все что нужно. Да, в торфе же что важно, чтобы был раскислитель, потому что он изначально кислый. И удобрение, то есть заправка какая-то для этого грунта. Поэтому вот в последнее время мы все-таки приходим к тому, что мы сами это все мешаем. То есть мы берем основу, берем раскислитель, берем агроперлит, берем удобрение и все это замешиваем самостоятельно. Слушайте, ну это же объем огромный. Это все надо намешать, а потом это вот нафасовать в эти горшочечки. Да, да, да. Сколько у вас здесь горшочков-то всего вот? Ой, горшочков, горшочков, не знаю, вот если в КамАЗах, то есть раньше, наверное, КамАЗов 8-10 было за сезон. То есть это сначала занес в теплицу по горшочкам, потом это вынес из теплицы, отгрузил. Ну, трудоемко, да. Это физически тяжело? Тяжело. Это физически тяжело. То есть в горшочках никто не знает 8 КамАЗов. Да, 8-10 за сезон. Поэтому вот и приходит мысль все-таки переходить на более дорогие культуры, чтобы вот этих КамАЗов-то было поменьше. КамАЗов-то было поменьше. Продолжение следует...